Всем привет, речь в сегодняшнем видео пойдет о моем новом пульсомере, который я сорвал за, как вы, наверное, привыкли слышать на этом канале, за просто суперцену, что-то невероятное. И пока вот этот мохнатый друг не сожрал, собственно, мой новый пульсомер, я объясню, почему я, собственно, купил. И, естественно, да, потому что супердешево был, но и потому что нужно было. Для начала посмотрим... Так, это не игрушка, это пульсомеры. Я не знаю, тут кота не видно на камере, но они регулярно обнюхиваются, проверяются. Давайте посмотрим, что с ними не так, что выяснил, собственно, Арти. Так, ну, во-первых, у нас есть вот такой вот. Окей, посмотрим. Здесь моделька HRM3 написано, SS. Окей. В любом случае, минус ее в том, что, во-первых, этот пульсомер принадлежит моей жене. И здесь нужно было выкручивать, чтобы поменять батареек. В принципе, вообще не сложно, и это делается один раз в год. CR2032, соответственно, самые стандартные батарейки, которые имеются. Так, у него среди, в том числе, технических минусов или плюсов, я не стал бы слишком критически к этому относиться, но они вроде как не могут измерять HRV, кому это вообще нужно. И у них нет специальных данных по бегу. И у них нет памяти, с ним нельзя плавать. Мой пульсомер, и это модификация определенно. Вы видите, что здесь написано машин. Так. И здесь батареечка меняется очень просто и легко. Оп, открываешь, достаешь ту же самую CR2032, меняешь, и все отлично. Модель H64. Если вы спросите меня, я могу советовать этот пульсомер. У него есть куча всяких данных тоже. Он HRV может измерять, и он стоит просто реально копейки. Даже новый. Но проблема в том, что ремешок накрылся практически сразу. Я использую старый гарнерский ремешок, и вот в нем-то как раз проблемки. Он уже, как я уже сказал, старый. И посмотрите, что вот. Сейчас сфокусируюсь. Так. Думаю, видно. Здесь вот трещины какие-то развились. Я не знаю, почему. Потому что, ну, нигде в других местах этого не случилось. Именно вот здесь. И они, ну, не настолько на ощупь острые. Но факт в том, что после каких-то длительных поездок определенно кожу в районе груди они теребят. И там уже были раздражения по этому поводу. Конечно же, можно было просто сменить ремешок. На примерно такой же качественный от Garmin. Но он стоит новый, ну, в районе 30, по-моему, евро. И редко кто продает его отдельно. Особенно на барахолках. Обычно продают целиком. И я тут, тут вступает в дело моя покупка. Которая в итоге обошлась. Как новый ремень. Ну, чуточку дороже. Давайте посмотрим. Может мне здесь кота в мешке прислали. Вон тут один ходит. Так. Ничего в упаковке больше нет. И это... Фокус сейчас не показывается. Фокус на мне. Но это топейший Garmin HRM PRO PLUS. И он запакованный. Это не кот в мешке. Блин. Он реально везде запакованный. То есть, вот эти... Так. Видно, что здесь наклейка. И сверху тоже есть наклейка. Пожалуйста. То есть, это реально... Роб? Эй. Фокус сегодня не работает. Новее не бывает. Человеку, судя по всему, этот ремень подарили. И он не нашел ему применения. Я вот тоже думал долго. Может перепродать. Потому что я за столько его купил, что могу выиграть в итоге столько же, сколько я отдал. То есть, это еще маржа. Но... Окей. Я, короче, приобрел его за 54 евро. Он новый, стоит 130. В магазинах самая дешевая цена по интернету. Точнее, 107. Около того. На барахолке он примерно плюс-минус. Самое дешевое, что я видел, по-моему, 90 уходил. То есть, 100 евро можно за это получить. 40 евро в итоге выигрыша. И на этот выигрыш купить замену ремень. Но, по-моему, в этом расчете не учтено время. То есть, выставить, запаковать, отнести на почту, получить деньги, проследить за всем, найти новый лот, заказать, получить опять. И, ну, через неделю, может, у меня что-то будет. Окей. Теперь по этому ремню. Давайте распакуем, посмотрим, что-то как. И я объясню, почему вам, даже тем, у кого нету такого отношения к вещам, как у меня. То есть, я покупаю то, что нужно. То есть, допустим, бананы нужны, я заплачу, сколько нужно. Потом у меня есть всякие вещи, которые не совсем нужны. Ну, вот это, например. И я ее куплю только, если получу просто какую-то сумасшедшую скидку. У кого отношение другое, здорово, классно, рад за вас, что у вас такие финансы имеются, что вы покупаете вот такие вещи просто из магазина, новыми, за полную стоимость. Но здесь, в этом видео, я еще объясню, почему даже вот таким вот этот ремень нафиг не сдался. Поехали. Итак, давайте посмотрим, где его открывают тут люди обычно, снизу или сверху. Давайте сверху. Вот, кстати, ножик этот я нашел, когда катался на велосипеде шоссейном. Где-то очень-очень далеко. И он от Викторинокс. До сих пор использую классный нож. Так. Ну, пошло-поехало. Так, наконец-то с помощью кота удалось открыть. Нифига себе книжка. Ёлки-палки. Очень толстая. Как если бы вам действительно что-то очень крутое предлагали здесь. Хотя, просто ужасно дорогое. И нафиг не нужно. В большинстве случаев. В большинстве случаев. То есть, реально, я представляю себе, что всегда есть исключения. Так, что у нас тут написано? Закрепить, намочить. И, ууу, в стиральную машину нельзя. Я всегда использую стиральную машину. Для всех ремней мы используем. Никаких проблем с этим нет. И все это принт это Тайван. Окей, разобрались. Так, вот и все. Больше здесь ничего нет. А вы что думали? За то, что вы заплатили просто кучу денег, вам тут положат шоколадку, конфетку? Нет. Так, вот и он ремень. Я показывал до этого версию красную. Здесь ничего особенного не изменилось. Разве что. Ну-ка, можно как-то это снять. Вроде. Да. Здесь можно как-то без, а, ну вот, без инструмента батарейку заменить. Вау, просто круто. Так, и она меняется вот таким вот образом. В сторону вот эту всю плату. Так, если все это было не в фокусе, просто не обращайте внимания. Представляете себе, что вы все видели или и так знали. Так, я не просто так открыл. Ну и все, вот так вот закрывается. Оп. И крутите направо. И все. Готово к применению. Елки-палки. Мажин тоже самое может, но за 10 евро. Что вы думаете о точности? Итак, мой тест точности будет заключаться в 2,5-минутном HRV-тесте. По HRV я делал отдельное видео. Посмотрите, чтобы не было дополнительных вопросов. Если останутся вот после просмотра того видео, то, конечно, задавайте. Я скачал апп Elite HRV на iPad и на iPhone. Айпэд будет подключаться к новому ремню, который я сейчас надену. Мажин уже надет. Соответственно, iPhone подключился к машин. Итак, второй ремень. Итак, на Айпэде новый ремень сразу распознался как iRM Pro. Так, и я одновременно нажму на Take Test. Условия одни и те же. Надеюсь, фокус это все держит. Но в любом случае, скажу вам потом в скриншотах и покажу. Так, ну что, старт, ридинг, да? Бум. Поехали. По сути, я делаю одни и те же вещи в одно и то же время. Поэтому единственное, что различается, это устройство, которое на мне. И чтобы не болтать 2,5 минуты, обычный HRV-тест вообще не делается так. То есть общается, на камеру видео записывается. Нужно дышать. И так далее. Но в конечном итоге, я тестирую сейчас не себя, а устройство. Надеюсь, результат будет примерно одним и тем же. Это можно будет досконально потом проверить. Все. Кат. Три, два, один. Гонг прозвучал. Давайте смотреть, что у нас тут получилось. Несмотря на то, что Live показывала какую-то хрень, на самом деле, все идентично, кроме самого HRV-показателя. Здесь я просто доверяю больше Гармину. Во-первых, устройство новее. И все-таки должно быть, наверное, поточнее хотя бы из-за ремня. Он тоже новее. И без трещин всяких. Не знаю, сколько это влияет, но, наверное, на что-то влияет. 72 пульс, что там, что здесь. Если вы хотите измерять пульс, нет никакой причины покупать что-либо от Гармин Баху. Просто машина. Реально. Ремешок там, ну, я уже говорил. Он распрощался со мной очень быстро. Но, во-первых, не у всех так. С ремешком эта ситуация случается. Во-вторых, можно открыть вроде как какой-то случай на Алиэкспресс. Не знаю, или если вы напрямую от машин купите. Закончилось, к сожалению, место на камере. Поэтому сделаю вывод здесь, на камеру айфона. Как уже сказал, если вам нужен только пульс, то машин измеряет идеально тагера. Максимальный, средний, минимальный. Все данные одинаковые. Один к одному. В этой области за хреновую тучу лет ничего не поменялось. То есть, основной плюс вот этого даже устройства, который в маркетинге... И если вы почитаете официальную страницу, то даже маркетинг вам не расскажет, почему нужно брать именно этот ремешок. То есть, реально, настолько вот беззубое это все. Но ремешок имеет возможность сменить батарейку без отвертки. Вау! Просто вообще спасибо большое. Я современный человек. У меня ничего дома нет. Ни отвертки, ни молотка. Там вообще ничего. Я надеюсь, исключительно какие-то службы. Если что случится дома, то все. Короче, я буквально помру. Но такие, может, современные триатлонисты. Потом, относительно всех пульсометров, которые вот такой тип имеют. То есть, отсоединить можно модуль. Этот... С ним можно нырять. С ним можно плавать. Он до сих пор будет измерять. Данные будут. Потом, если вы бегаете на беговой дорожке, то он тоже будет и расстояние тоже измерять. И пульс, и вы часы даже можете не надевать на бег дома или фитнес-студии где-то на беговой дорожке. То есть, он все эти данные сохранит. А потом, когда вы придете домой или, в принципе, наденете ваши часы снова, то он просто все синхронизирует. Вот. То есть, определенно, use case сценарио имеется для каких-то, ну, вообще отдельных людей. Я не отрицаю это. Но, в общем и целом, здесь по самому главному до сих пор ничего не изобрели. Это стоит знать. Это факт, на мой взгляд. А потом, по точности HRV, здесь, как я уже делал отдельное видео, это показатель, который просто может... Вот если я сейчас сделаю, после этого теста данные будут другие. С утра 64, сейчас на том же устройстве 50 показывается. То есть, это ни хрена себе разброс. И за счет вот этого разброса, этот, весь, вся эта история с HRV, ну, короче, посмотрите. Очень советую это видео. Надеюсь, не забуду ссылку на него поставить. И прежде чем я дальше продолжу повторяться из раза в раз, закончу, пожалуй, это видео. И спрошу вас, есть ли у вас опыт, и какой он с использованием разных, опа, разных, 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 разных пульсомеров. Какие хорошие, какие плохие. Что вообще? Что думаете, да? В комментариях не забудьте, конечно, указать. Потому что без комментариев YouTube вообще никакого смысла не имеет для русскоязычных блогеров, по крайней мере. Это только общение, только развлекуха. Денег здесь уже давно не водится. Да и раньше было мало. Поэтому подписывайтесь на мой дополнительный канал про Котофеев. И если вам интересно вообще такое, конечно же. Если нет, если вы считаете, да, еще один канал про котов, да, это он, то можете, конечно, не подписываться. Окей. Давайте. Та-дам.